Книга «Открытым оком», том 11, вопрос 2453. Назовите места писания, где говорится, что вера должна быть разумной, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евреям 11.1. Вер же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера как раз там увеличивается, где нельзя не увидеть, не понять умом, не попробовать, не проверить, не ощутить. Не случайно приводятся слова Тертулиана, верю, потому что абсурд, верим там, где все говорит, что этого быть не может, что так не бывает, что это недоказуемо. Тогда вера говорит, да, так и было, да, так и не иначе, потому что это сказано Богом, и я верю этому, ибо это, кавычки закрыты, Евреям 11.3. Верую, познаем, что веки устроено Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Вера может быть названа разумной там, в идеале, где нет разума, где разум умолкает и представляет слово Госпоже Вере. Евреям 11.6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Кто и как мог бы доказать Ною, что вода будет и на холмах рядом с Ним, и даже высокие горы покроются водой? Бытие 7.20. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы. Нереальное, нерегиональное, а всеобщее будет потепление климата. Может, с иных планет вода прибудет, но ничего про то не знал, и вера его была не на разуме основана, а на доверии Богу, что раз Бог и Его восказал, то непременно сверхобязательно как-то исполнит. Бог не солжет, слово его сбудется в точности. Строил ковчег только благодаря вере в слова Божие, в откровение, которое им было получено, и ни одному насмешнику он не мог ответить, ибо не был ни гидрологом, ни геологом. Ума палата нужна была ему для построения ковчега корабля, а не для объяснения, как же все-таки это может произойти. Книга Иова, 22.15.17. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены? Когда вода разлилась под основание их, они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает им Содержитель? Римлянам, 8.24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Разумность веры, ее мудрость и премудрость заключается не в исследовании человеческими средствами, как же это может быть, а в полном доверии Господу Богу. Премудрость Соломона, 7.28. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Премудрость Соломона, 6.15. Помышлять о ней, о премудрости Божией, есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот. Сирахов, 22.18. Сердце, утвержденное на разумном размышлении, как лепное украшение на вытесанной стене. Сирахов, 33.3. Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ у Рима. Разумная вера у того, кто верит написанному в Библии, тому, что говорится в Священном Писании, что Слово Божие донесло до нас неповрежденным. Вторая паральпоминон, 30.22. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу. Не научи дурака мальца, так он и лоб разобьет. Разумно нужно верить, точно по написанному, чтобы Дух Святой научал, а ты бы ему доверялся, как сказано в Библии. Римлянам, 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Псалом, 110.10 стих. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Исайя, 43.10. «О Мои свидетели, – говорит Господь, – вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет». Иоанна, 17.8. «Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передаю им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». 1 Коринфянам, 1.19. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Колосинам 2.2. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Кто пытается умничать, чтобы для него все было понятно, как на приборах проверенное, те безумные люди и к вере не относятся с благоговением, и они уже неверующие, со всеми вытекающими последствиями, то есть погибли и скатились в ад. 1 Тимофея, 1.7. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают, в вере разум нужен для доказательства неверующему того, что познал через веру. Тут и научные открытия сгодятся». Какую бы глупость баран не испек, курение столбом, еда облаков, лишь был бы он знатен, хотя он и волк, по сердцу хвалебное от дураков. Бедняк же с премудростью и с дерзновением при выспринем слогом используя скажет, но сонма подхалимов скривится с презрением и вслед улюлюканьем выбросит сажу. Не просто заставить прислушаться гордых, нависших с презрением над пирамидой. Для них христиане последнего сорта. Что доброе может расти под халамидой? Не кончив ни курса святых академий, ни класса, ни зернышка от семинарий, коснуться глубин и запретнейшей темы, что на монашеской вскисло о паре. Шестнадцать столетий монастыри грабили лучшие силы народа, через меня их загубленных крик. Тогда быть монахом считалось так модным. От малокровия чахла пустыня, сохли утробы бесплодных монашек. В Анабиозе Египет застынет, там Магомед свою пашню распашет. Самоизоляция – козырь великих, самоистязания прославят, как бисер. Проповедь свяжутся, отлеют до нитки, не встречи с родными, не крошечных писем. Угробили веру, сожгли все мосты, их созерцание зарыло под землю. Для церкви не посох, больничный костыль, и тысячелетия не сеются семи. Глупость житейную снова смакуют, как бросить жену, избежать от детей. Под куполом филин надсадно кукуют, как старообрячество глупых одеть. 6 декабря 2004 год Игнатий Тихонович Латкин Глупость житейна. Глупость житейна. Глупость житейна. Глупость житейна. Глупость житейна.